Если вы будете ходить по улицам одного из крупных городов Китая, то очень вероятно, что за вами будут следить. В стране создают самую большую сеть видеонаблюдения. На улицах установлены десятки миллионов камер. И теперь технология умеет быстро распознавать лица. Всё благодаря новым разработкам и огромной базе данных. Сюй Чихэн – сооснователь SenseTime. Компания специализируется на технологиях распознавания лица и является одной из тех, что стоят за созданием государственной системы слежения. «После 2014-го мы столкнулись с трудностями в идентификации при помощи человеческих глаз. Технология оказалась очень востребованной. Например, мы можем использовать распознавание лица, чтобы автоматически определять, принадлежит ли идентификационный документ конкретному человеку». В других странах подобные технологии критикуют за нарушение права на приватность. Однако в коммунистическом Китае многие не против, чтобы за ними следили. «Я не возражаю. Я не сделал ничего такого, за что меня нужно фотографировать. Думаю, это не страшно». Правозащитники и общественные активисты говорят, что технологию будут использовать, чтобы преследовать диссидентов и нарушать права человека. Разработчики отвечают, что дело тут не в технологиях. «До создания этой технологии работу выполняли люди. Вопрос в том, что технологии стали более продвинутыми. То, о чём люди беспокоятся, вызвано их недовольством политикой властей. Другими словами, решать проблемы нужно не с технологическими компаниями». Власти в настоящее время разрабатывают новую технологию, которая в течение нескольких секунд может определить любого гражданина посредством камер слежения. Для этого собираются использовать технологии распознавания голоса и походки.